Без срока давности. В Наринмаре открылась уникальная фотовыставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Выставка – это часть одноименного проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным в год памяти и славы. Выставка без срока давности открылась сегодня в Наринмаре и еще в 62 регионах нашей страны. Уникальная экспозиция архивных документов, посвященных памяти мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, нацелена на молодежную аудиторию. Наши прадеды, то есть наши родственники, все воевали, были задействованы в этой войне, и нет той семьи, которая не понесла потери в этой войне. И если мы не знаем историю, то мы не знаем будущего, то есть без прошлого. Надо всегда помнить прошлое. Главное, чтобы помнили, чтобы молодое поколение не забывало об ужасах фашизма. Во многих семьях эти истории передаются из поколения в поколение. То, как она была медиком, она всем помогала. Даже когда были гранаты, кидали, она все равно помогала. Она работала, она уже, получается, маленькая была, она уже работала. У нее, получается, папа ушел на фронт, и она работала. Денег не было, получается, у них в семье. На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы. Проект был инициирован в 2018 году общероссийским общественным движением по вековечению памяти погибших защитников Отечества поискового движения России. И в ходе этого проекта, реализуемого по поручению президента России Владимира Владимировича Путина в год памяти и славы, были рассекречены и опубликованы архивные документы. Впервые в России была издана 23-томная серия сборников архивных документов. Проект реализуется по всей стране. Первоначальное открытие этой выставки происходило в Международный день памяти жертв нацизма 13 сентября 2020 года. Она проходила в 22 регионах, именно там, где были оккупированные территории в годы Великой Отечественной войны. Мы же все другие регионы открываем ее 8 февраля 2021 года. И эта дата тоже не случайна. 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале. В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тысяч архивных документов, свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. Я человек послевоенного времени, то есть отношусь к категории «Дети войны». И поэтому, еще учаясь в школе, еще общаясь с теми, кто участвовал в войне, у нас было четкое представление, что действительно то, что произошло с 41 по 45 годы, это величайшая трагедия. В декабре 2020 года проект «Бессрока давности» призван лучшим научным проектом года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Сжигали в печах, травили газом, расстреливали людей. Мне обычайно важно, очень важно молодежи знать, что фашизм – это очень плохо. И то, что сегодня на Западе уже забыли это, вот те ужасы, коричневые чумы, я считаю, что память в России должна оставаться навеки. Напомню, что выставка – это часть одноименного проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным в год памяти и славы. Экспозиция будет работать до 24 февраля.